Привет! Сегодня мы прибываем на курорте Кемер, поэтому в этом видео предлагаю разобраться, почему Кемер пользуется такой несказанной популярностью у туристов, ну а также какие возможности предлагает это местечко. Вообще курорт Кемер входит в топ-3 самых крупных на Анталийском побережье и в первую очередь отличается от других своими невероятными природными пейзажами. Дело в том, что вся туристическая инфраструктура раскинулась на полоски земли, с одной стороны от которой простирается Средиземное море, а с другой Таврические горы. В конце прошлого века в Турции решили развивать туризм, в частности в провинции Анталия, и не зря сделали ставку на Кемер, потому что именно за счет своей природы и своего чистейшего моря он и привлекает ежегодно сотни тысяч туристов. Интересный факт, еще 80 лет назад Кемеру даже не проходило ни одной дороги, и добраться сюда можно было только морскими путями. Однако, когда все-таки власти решили развивать туризм, конечно, построили дороги, сюда начали съезжаться люди, задействованные в туристической сфере. И да, здесь сегодня у нас имеется процветающий небольшой городок, однако здесь не живет большое количество людей, и население города на сегодняшний день даже не составляет 50 тысяч человек. Сегодня городок Кемер живет и процветает исключительно за счет туризма. Как и на многих других курортах Анталийского побережья, на курорте Кемер можно найти несколько туристических деревушек, из которых, собственно, и состоит сам курорт. Самым крупным туристическим поселком считается Бельдиби. Он протянулся вдоль пляжа на 7 километров. Там сосредоточено большое количество самых разнообразных отелей, и, конечно, Бельдиби пользуется большой популярностью у туристов. Далее идет поселок Гюйнюку. Он уже не такой протяженный. Там береговая линия составляет 5 километров. Тем не менее, можно найти также самые разнообразные отели. После поселка Бельдиби и Гюйнюк следует сам город Кемеры. Это центр туризма, где сосредоточена вся туристическая инфраструктура. Здесь, конечно, вы найдете и отели, самые разнообразные кафе, рестораны, ну и целую массу знаменитых турецких магазинов. Также имеются и торговые центры. Здесь же есть парковая зона и несколько ночных клубов, так что если вы любитель активной жизни, активного отдыха, в том числе и ночной жизни, то есть смысл рассмотреть именно сам город Кемер для отдыха. Ну а далее после городка Кемер идут другие два знаменитые поселка. Это Кириш и Чамью. В принципе, это один район, но вот эти два места разделяются водоразделами, и их принято считать двумя отдельными курортами. Общая протяженность их пляжей составляет 5 километров, и там тоже можно найти много классных знаменитых отелей, в том числе Добидан и Макс Роял. Ну а всем любителям спокойного отдыха я советую обратить внимание на следующий поселок. Это деревушка под названием Текерово. Ее население составляет чуть более 3,5 тысяч человек, и в первую очередь она славится, конечно же, своим спокойствием. Там есть десятки классных пятизвездочных отелей, и в принципе можно было бы сказать, что на этом курорт Кемер заканчивается, однако это не так, потому что еще есть один райончик под названием Чиралы, который совершенно отличается от всех туристических районов Кемера. Дело в том, что в первую очередь там предлагается спокойный релакс-отдых, там можно поселиться в бунгало, в деревянные домики, там очень часто проводятся йога-туры, люди приезжают туда медитировать, сливаться с природой, в общем-то это совершенно такой отдельный уголок, который не рассчитан на массового туриста, в первую очередь предлагающий умиротворенный медитативный отдых. Как вы видите, выбор поселков очень большой, что касается отелей, то здесь большую часть отелей составляют пятизвездочные гостиницы, можно найти как бюджетный вариант, так и места проживания средней руки, так и очень дорогие отели, к примеру, наиболее дорогими из них считаются Макс Роял, Риксес, ну а также НГФ Азелес. Тем же можно заняться во время своего отдыха на курорте Кемер, если вы любитель природных красот, то это место определенно вам подойдет, сейчас расскажу почему. Во-первых, в поселке Гюнюк раскинулась шикарная природная достопримечательность, каньон Гюнюк, это целый парковый комплекс, где вы можете себе устроить настоящий небольшой поход. Там очень живописное горное место, но и кроме того протекает горная речушка. Далее в Кемере есть небезызвестная гора под названием Тахталы, которую еще именуют Олимпос. Вы также можете подняться на эту гору либо на фуникулёре, либо взять экскурсию джип-сафари, в ходе которой вас подвезут на самую высокую точку, откуда открывается шикарнейший вид на Тахталы. Там вы можете сделать крутые фотки. Ну и, конечно, конечно, одной из самых мистических, можно сказать, достопримечательностей природных красот является гора Химера. Это та самая гора, где можно увидеть вечно пылающие огни. Дело в том, что в горе скапливаются определенные газы, которые затем воспламеняются. Таким образом мы видим вот этот эффект горы, где постоянно есть небольшие огоньки. Ну а если вы любитель исторических достопримечательностей, интересуетесь античной древней историей, то и для вас здесь найдутся интересненькие места. Ну, во-первых, здесь неподалеку располагается древний город Фазелес. Ну а если проехать чуть дальше на курорт Чиролы, там вы найдете знаменитые развалины древнего города Олимпос. Там, кстати, располагается и одноименный пляж Олимпос, который славится своими живописными невероятными видами. Это, пожалуй, самая крупная достопримечательность. Ну, конечно, можно выезжать и за пределы Химера, съездить в Анталию, съездить в Адрасан, посетить знаменитые турецкие Мальдивы. Кстати говоря, все эти экскурсии есть у нашего экскурсионного бюро Корректур. Не забывайте, можете к нам обращаться, мы даем классные консультации, подбираем для вас лучшие экскурсии. Ну, а по промокоду TURKEYINSIDER все мои зрители также получают скидки в нашем Корректуре. Все контакты вы найдете в описании под этим роликом. Уверена, что если вы бывали в Кемере, вы прекрасно знаете, что курорт славится своими галечными пляжами. И именно этот факт многих туристов отталкивает. Ведь есть такие путешественники, которые любят отдыхать именно на песчаных пляжах, а таковых здесь раз-два и обчелся. Ну, во-первых, есть парковый комплекс Moonlight, и к нему прилегает пляж, вот туда привозят песок, и именно там можно отдыхать на песочке. Также в некоторых отелях на свои пляжи завозят песок. Но, конечно, в большинстве своем Кемера это в первую очередь галечное покрытие на пляжах. Где-то галька более крупная, где-то более мелкая, но при этом, при этом именно в Кемере можно найти самое чистое море на всем Анталийском побережье, если вы взглянете на него, то увидите, какое оно прекрасное, чистое, прозрачное. Поэтому, если вы приезжаете на курорт Кемер, имейте в виду такую особенность с галькой, берите коралловые тапочки, чтобы вам было здесь комфортно отдыхать и купаться. Конечно, очень многих туристов в первую очередь интересует вопрос, а вообще, когда лучше всего приезжать в Кемер, какая погода, какое море в том или ином месяце. Как и на других курортах Анталийского побережья, сезон в Кемере стартует с апреля, а заканчивается в конце октября. Однако, если мы посмотрим на температурные показатели по апрелю, то увидим, что на курорте Кемер еще не совсем тепло. И, в частности, комфортно купаться здесь еще не получится. Температура воды в море в апреле составляет в среднем по годовым значениям 18,5 градусов. Конечно, ни о каком комфортном купании речи идти не может. Что касается температуры воздуха, то это в среднем 21-22 градуса. В мае, конечно, уже становится потеплее, море прогревается до 21,5-22 градусов. Воздух, конечно, тоже прогревается. И в среднем днем фиксируется температура 23-24 градуса. Ну а дальше, с наступлением лета, начинаются и самые теплые месяцы на курорте Кемер. Это июнь, июль, август и сентябрь. В июне в среднем температура держится в районе 29-30 градусов. Вода в море уже становится вполне комфортной для купания. Прогревается до 24-24,5 градусов. Что касается июля, это, пожалуй, один из самых жарких месяцев. Столбик термометра по воздуху у нас колеблется в пределах 31-32 градусов, а море и вовсе прогревается до 28 градусов. Август также считается одним из самых жарких месяцев. Здесь уже температура еще выше днем. это 33-35 градусов. Температура воды в море достигает 29-30 градусов. Если вы не любите жару, конечно, в июле и августе лучше не приезжать. Я бы выбрала на вашем месте либо июнь, либо сентябрь, потому что в сентябре тоже очень тепло, но уже не так жарко. Днем температура держится около 28-29 градусов. море, конечно же, еще не успевает остыть, и температура воды составляет 27-28 градусов. Ну а далее у нас наступает октябрь. Я вообще люблю месяц октябрь на Антарийском побережье. Это мое самое любимое время, потому что можно прекрасно купаться, прекрасно гулять. Стоит отличная погода. Правда, бывают дожди, но не так часто. То же самое касается и Кемера. В среднем температура воздуха держится в районе 23-24 градусов. Вода остается теплой. Это 24-25 градусов. Вообще Кемер считается самым холодным курортом на Антарийском побережье. Нужно учитывать его рельеф. Здесь горы. Соответственно, тепло сюда приходит чуть попозже. Если, например, в апреле в том же Сиде, в той же Алане уже многие купаются, хотя там тоже вода еще недостаточно комфортно, то в Кемере прохладно. Тем не менее, вот ближе к лету и воздух, и вода прогреваются, и можно просто замечательно здесь отдыхать. Вот такая вот информация по поводу курорта Кемер. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Если так, не забывайте ставить свои замечательные пальчики вверх под роликом. Если есть информация, которую бы вы хотели дополнить, обязательно пишите в комментариях. Те, кто отдыхали здесь, тоже жду от вас отзывов о курорте. Я думаю, будет интересно почитать и мне, и тем, кто на данный момент выбирает курорт для отдыха в Турции. На сегодня все. С вами, как обычно, была Катя. Обязательно увидимся в следующем ролике.